Петь Вертинского задача не из простых, слишком индивидуальные интонации. Анна Климашевская решила так, не пытаться подражать, но передать эту утонченность, эту поэтичность. Интерес к творчеству черного пьеро не угасает не только в России, но и за рубежом. Музыкантов тепло принимают на площадках Германии и Израиля. В Иркутске концерт Анны Климашевской пройдет во второй раз. Программа посвящена весне и тому, что грядет праздник, когда мужчины поздравляют всех женщин. Собственно, много очень песен о любви, то есть его любовная лирика представлена достаточно широко. И плюс еще не просто так, а именно обдуманно и осознанно мы включили в программу стихи поэтов Серебряного века, потому что Вертинский дружил с этими людьми, они вышли из одной эпохи. В концертной программе 23 произведения, как раннее творчество, так и романсы периода эмиграции. Одна из самых известных композиций «Желтый ангел». В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю. Всю ночь ломаю руки от ярости и муки, и людям что-то жалобно пою. В дополнение к вокалу – ансамбль акустических инструментов. Вместе с Анной Климашевской на сцене выступит квартет с подходящим названием «Дикаданс». Говорят, ретро нынче в моде. Поэтому и такое название, и такие песни, которым уже почти сто лет. В общем, это очень интересный пласт музыки, который для меня, по крайней мере, еще не изучен далеко. Советская власть Вертинского не признавала. В родной стране он стал изгоем. А великие музыканты этой страны, имевшие смелость говорить то, что думают, восхищались его талантом. Дмитрий Шостакович о Вертинском сказал. Он лучше всех нас, композиторов вместе взятых. Поэтому музыканты квартета «Дикаданс» и Анна Климашевская считают, что такая музыка должна звучать со сцены не только для тех, кто знает творчество Вертинского, но и для тех, кто хочет его понять. Всех, кому это радость и это беда, не чужая, 2 марта ждут в усадьбе Сукачева. Алина Вовчий, Константин Синицын. Новости сейчас.